Здравствуйте, друзья мои, уважаемые гости моего канала. Сегодня речь пойдет об изготовлении домашнего виноградного вина. Я очень буду рада, если моя информация кому-то станет полезной и облегчит труд для приготовления вина в домашних условиях. Итак, друзья мои, виноград собирается в солнечную сухую погоду. Первым делом следует тщательно отобрать ягоды, выбрав лишь спелые и неповрежденные. Мыть виноград не рекомендуется, ведь на его кожуре содержатся природные дрожжи, которые потом будут сбраживать сусло. Сусло это отпрессованный сок винограда. Если помыть ягодой, эти дрожжи смоются и брожение будет более медленным. Или вовсе ничего не получится. Виноград мы надавливаем порционно, чтобы не повредить виноградных косточек. После того, как надавили виноград, мы набираем какую-нибудь емкость на 3 четверти, чтобы еще оставалось свободное пространство для брожения вина. И еще будет подниматься шапка, то есть жимов вина поднимется наверх. Емкость закрываем крышкой и оставляем бродить в теплое помещение при температуре 20-25. Каждый день желательно помешивать по 2 раза в день в течение 3-4 дней. Через 3-4 дня осторожно снять шапку, то есть мезги. А сусло, это который сок, что осталось в емкости, профильтровать, так как вам будет удобно. Далее в сусло добавляем первые порции сахара на каждый его литр. После этого сок следует перелить в чистую емкость, бутыль или 3-х литровые банки на 2 треть или 3 четверти от объема. И емкость закрыть гидрозатвором. Иногда вместе него использовать обычную перчатку. Я в основном пользуюсь перчаткой. Предварительно в медицинскую перчатку мы прокалываем осторожно маленькую дырочку иголочкой. Однако опытные виноделы советуют использовать лишь гидрозатворы. И поместить в темное место при температуре 22-25 градусов. Важно, чтобы не было резких колебаний температуры. Через 3-4 дня добавляем сахар. Из расчета 50 грамм на литр сусла. Делать это нужно так. Отлить немного сусла в стерильную емкость, добавить туда сахар и тщательно размешивая, растворить его. Только после этого сладкий сироп переливается обратно в основное сусло. Под гидрозатвор или под перчатку. В основном я стараюсь, конечно, варить сироп. Вот таким образом. Непрерывно помешивая и добавляя в сахарный песок немножко воды. А при закипании вода испаряется. Еще через 5-6 дней всыпать оставшийся сахар. Снова 50 грамм на литр сусла, как и в предыдущий раз. Сахар следует растворить в небольшой части сусла и затем влить его обратно в бутыль. В целом так можно делать до 4 раза, пока не удалось добиться нужной сладости и не закончится брожение. Ображение длится в среднем 3 недели. После его завершения, ну мы видим, если не булькает гидрозатвор или упала перчатка, вино нужно аккуратно, чтобы не потревожить осадок, слить в чистые бутылки и плотно закрыть их пробками. Вино у них будет созревать еще несколько месяцев. Для красного вина оптимальный срок является 2-3 месячная выдержка. Домашнее вино обычно следует выпивать в первый год или полтора с момента приготовления. Итак, друзья мои, вино готовится очень длительный период и поэтапно. Первый этап это сбор урожая. А второй этап это переработка винограда, то есть перебираем. А третий это изготовление сусла. Все, что вы перемяли, выкладываем в соответствующую емкость и ставим в теплое место при температуре 20-25 градусов. После чего жмых отделяем от сока. У каждого разные сорта винограда и разные условия приготовления. Поэтому надо этим делом внимательно проследить. Вино относится к одним из древнейших и благороднейших напитков. Купить качественное вино довольно сложно, да и потратить придется немалую сумму. Но выход есть. Научиться готовить напиток самостоятельно. Тем более это не так сложно, как кажется изначально. Домашнее вино это не только вкусно, но и полезно. Хороших вам урожаев, друзья мои. И вкусных вин. Субтитры сделал DimaTorzok